Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами приступаем к изучению интересной темы, которая называется цветок. Скоро наступит весна, распустятся почки, появятся листья и зацветут прекрасные цветы, ведь это такое красивое время года. И о цветках можно говорить бесконечно. Конечно, ребята, одним из таких величайших представителей растений является цветок хары бюльбюль. Вы, наверное, слышали легенду про хары бюльбюль. Дочь Ибрагим Халил Хана, карабахского хана Агабейм, была выдана замуж за иранского правителя. И когда дочь Ибрагим Халил Хана стала скучать, она вспоминала свой сад, вспоминала свою родину, карабах. И тогда для того, чтобы хоть как-то скрасить эти минуты, когда Агабейм чувствовала себя одинокой, тогда Фаталишах разбил величественный сад. И в этом саду посадил очень много растений, которые произрастали в городе Шуша, в Карабахе. Но только лишь один цветок хары бюльбюль не смог прижиться и не вырос в саду. Как вы думаете, ребята, почему? И вот тогда, когда наблюдала за этим Агабейм, она с глубокой грустью и скорбью смотрела на свой прекрасный сад, но не могла увидеть там цветок хары бюльбюль. И тогда она написала вот эти прекрасные стихи, перевод которых вы здесь видите. Этими стихами она хотела сказать о своей любви к родине, о любви к Карабаху, о цветке хары бюльбюль. Итак, ребята, давайте приступим к изучению цветка. А для того, чтобы лучше рассмотреть, узнать, мы должны с вами ответить на эти вопросы. Посмотрите внимание, для чего растение цветок? Почему без цветков невозможно получить семена? Почему не у всех растений имеется цветок? И как размножаются растения? Вот на все эти вопросы необходимо найти ответы. Итак, ребята, вспоминайте вегетативные и генеративные органы. Вегетативные органы вы изучили. Какие вегетативные органы вы знаете? Конечно, это корень, стебель и лист. А теперь приступаем к изучению генеративных органов. И одним из генеративных органов является цветок. Давайте-ка, ребята, рассмотрим, из каких частей состоит цветок. В начале, когда мы изучали, начали изучать вегетативные и генеративные органы, вы узнали, что у цветка есть главные части. Вспоминайте, пожалуйста, посмотрите на рисунок и вспомните, какие главные части цветка вы уже знаете. Конечно, это пестик и тычинка. А теперь посмотрите на рисунок и вспомните, под какими номерами обозначены части пестика и части тычинки. Посмотрели внимательно? Я думаю, вы справились. Итак, тычинка это номера 1, 2 и в фигурной скобке 3. Значит, вот это все тычинка. А что такое 1, что такое 2? Как называются эти части? Ну, я думаю, вы уже вспомнили, что под номером 1 обозначен пыльник, где образуется пыльца, и под номером 2 тычиночная нить. И в фигурной скобке, следовательно, обозначена тычинка. Тычинка состоит из пыльника и тычиночной нити. А теперь посмотрите на рисунок и скажите, где здесь пестик? Под какими номерами он обозначен? Конечно, я думаю, вы уже внимательно посмотрели и увидели, что номера 5, 6, 7 соответствуют пестику. Под номером 5 рыльца, 6 столбик и 7 завязь. Значит, пестик состоит из рыльца, столбика и завязи. Молодцы! И это главные части цветка. Давайте рассмотрим. У нас остались еще номера, которые необходимо узнать, и части цветка, которые нужно обозначить. Что такое околоцветник, ребята? Ну, наверное, само название околоцветник говорит нам о том, что есть у растения, у цветка части, которые позволяют нам оценить или охарактеризовать это растение или этот цветок по другим параметрам, по другим качествам. Давайте посмотрим и скажем, ребята, вот что такое по-вашему чашечка. Я скажу, а вы найдете это на рисунке. Чашечка это совокупность зеленых листочков. Нашли? А еще, ребята, есть такое понятие, как венчик. Венчик это совокупность окрашенных листочков. Нашли лепестки? Окрашенные лепестки, конечно, нашли. Итак, значит, окрашенные лепестки, ребята, по-другому, венчик под номером 4, а под номером 10 у нас находятся зеленые листочки. Значит, вы запомнили, что околоцветник это чашечка и венчик. Чашечка это совокупность зеленых листочков, а лепестки окрашенные, вот они окрашены в яркие, ну, могут быть и не в яркие цвета, называются венчик. Значит, ребята, околоцветник равняется чашечка плюс венчик. Можно так назвать. А теперь, ребята, давайте рассмотрим. Вот вы, наверное, ходите по лесу и наблюдаете, когда начинают распускаться листья, цветы появляются. И вы видите, у ивы, ясеня, тополя, грецкого ореха. Вот такие интересные цветы появляются. Мы сказали, что есть цветок, есть понятие околоцветник. Как же называется околоцветник? Как же называются такие цветки? Посмотрите, они совершенно другое строение имеют, в отличие от того цветка, который мы с вами разобрали. Итак, ребята, такие цветки называются неполные, потому что у них отсутствует околоцветник. Запомнили, неполные цветки, у них околоцветник отсутствует. Ясень, ива, тополь, грецкий орех. Значит, ребята, когда вы смотрите на цветы, у которых есть яркий околоцветник, белый, желтый, красный и многих-многих разных цветов, вы видите, что у них имеются лепестки, имеются зеленые листочки. Значит, ребята, у таких цветков, у которых есть околоцветник, такие цветки называются полные. Запомнили, у полных цветков имеется околоцветник. Молодцы! Я думаю, вы все прекрасно справились. А теперь давайте рассмотрим. Вспомните, ребята, наверное, вы когда изучали растения, сами брали цветы, рассматривали их, вы обращали внимание, что некоторые цветы имеют и яркие лепестки, и зеленые листочки, а некоторые цветы не имеют зеленых листочков, или наоборот, весь околоцветник зеленого цвета. Давайте разберемся. Полные цветки, посмотрите внимательно, что вы видите? Вот маг, нарцисс, тюльпан, что вы видите, ребята? Вы видите окрашенные цветочки, окрашенные лепестки, одинаковые окрашенные лепестки. Вы не видите здесь чашечки из зеленых листочков, правильно? Вы не видите здесь чашелистиков, нету чашечки, есть только окрашенные листочки. В таком случае, ребята, мы называем листочки. Значит, полные цветки различают простой околоцветник и двойной околоцветник. Значит, если вы видите одинаково окрашенные листочки, то такой околоцветник называется простой. Запомните, ребята, простой околоцветник. Тюльпан, маг, нарцисс и очень много других растений имеют простой околоцветник, то есть имеют одинаково окрашенные листочки. А теперь рассмотрим, ребята, еще одну разновидность полных цветков. Посмотрите внимательно на изображение. Вы здесь видите и яркие окрашенные лепестки, и видите зеленые листочки, чашечку из зеленых листочков. Значит, такой цветок, у которого есть и чашечка из зеленых листочков, и венчик окрашенный, называется двойной. Запомнили, ребята? Двойной околоцветник имеет и чашечку, и венчик. Молодцы! Я думаю, вы удачно справились. Посмотрите внимательно, запомните, как выглядит двойной околоцветник. А теперь, ребята, давайте еще раз вернемся к главным частям цветка, это пестик и тычинка. Посмотрите внимательно, что вы здесь видите. Вы видите три цветка. У этого цветка есть и тычинки, и пестик, а у этих цветков есть только тычинки, а в этом цветке вы видите только пестик. Значит, ребята, у первого цветка на первом изображении мы видим обоеполые цветки. Два пола, мужской и женский, обоеполые. А здесь мы видим раздельно полые цветки. Значит, тот цветок, у которого будут находиться тычинки, это будет мужской цветок, а у которого будут иметься только пестики, называется женский цветок. Обоеполые цветки, раздельно полые цветки. Значит, в зависимости, ребята, от расположения раздельно полых цветков на растении, различают однодомные и двудомные растения. Запоминаем, однодомные и двудомные растения. Не цветки, растения. Давайте рассмотрим. Итак, посмотрите, ребята, здесь у кукурузы и мужские цветки. Видите, написано тычиночные цветки, значит, они мужские. Пестичные цветки, значит, они женские. Они располагаются на одном растении. Видите, ребята, в одном доме, значит, такие растения, у которых и мужские, и женские цветки располагаются на одном растении, называются однодомные. Вот здесь вы видите пример кукуруза, огурец. А если вырастают разные растения, и у одного растения будут только женские цветки? Вот выросло растение, у него только мужские цветки. Выросло другое растение, у него только женские цветки. Разные растения. Значит, ребята, у таких растений отдельно развиваются женские и мужские цветки на разных растениях. Они называются двудомные растения. Это тополь, ива, крапива, щавель. Итак, ребята, для того, чтобы изучить все многообразие цветов, изучить цветы, соцветия. Конечно, не хватит одного урока. Люди всю жизнь изучают какие-то науки, находят объяснение определенным вопросом, изучают. Поэтому и ваша задача, ребята, сводится к тому не только посмотреть урок, но и открыть учебник, внимательно прочитать тему, а затем после того, как вы прочитаете тему выполнить определенные упражнения, которые даются после темы. Давайте с вами выполним некоторые из этих упражнений. Посмотрите внимательно, что здесь нужно сделать. Установите соответствие главной части цветка. Что такое главная часть цветка, ребята? Конечно, это пестик и тычинка. Мы с вами можем провести, как вам будет удобно, либо написать рядом цифры, либо провести, как здесь указано, линию. Значит, пестик и тычинка состоят из каких частей? Вот, допустим, ребята, тычинка, пыльник. А что еще есть у тычинки помимо пыльника? Конечно, у тычинки есть еще тычиночная нить. А что есть у пестика? Вспоминайте, какие части есть у пестика? Конечно, это зависть, ставим стрелочку, это столбик и рыльцы. Но вот, чтобы было аккуратно, мы проведем сюда еще одну линию. Значит, это части пестика и тычинки. Значит, ребята, главная часть цветка это пестика и тычинка. А что будет относиться к околоцветнику? Из чего состоит околоцветник? Конечно, околоцветник состоит из чашелистиков, поставим стрелочку, и лепестков. Так вот, а главные части цветка, как мы с вами сказали в начале урока, являются тычинка и пестик. Соединим. Молодцы! Я думаю, вы тоже все удачно справились с этим заданием. Посмотрите внимательно на два цветка. Скажите мне, пожалуйста, что вы здесь видите? Где здесь изображен простой околоцветник, а где двойной околоцветник? Вспоминайте, что такое простой околоцветник? Конечно, простой околоцветник имеет одинаковые листочки одинакового цвета. Конечно, это тюльпан. А на втором изображении мы видим двойной околоцветник. Почему, ребята? Потому что у него есть и чашечка из зеленых чашелистиков, и лепестки. Молодцы! Я думаю, все прекрасно справились с данным заданием. Ну и распределим название по соответствующим столбцам. Посмотрите, ребята, здесь написано органы растений, а здесь написано части цветка. Внимательно! Органы растения части цветка. Давайте распределим, поставим соответствующие цифры. Органы растений, ребята, какие вы знаете органы? Конечно, вы знаете вегетативные, генеративные. Корень, стебель, лист. Цветок, плод, семя. Это органы растения. Значит, номер один, корень. Номер два, стебель. Три лепестки. Это орган? Нет, конечно, это часть цветка. Пестик. Это орган? Нет, это тоже часть цветка. Значит, четвери мы пишем сюда. Дальше. Плод, цветок. Что такое плод и цветок? Это генеративные органы. Значит, плод и цветок идут к органам растений. Дальше. Чешелистики. Тычинка. Чешелистики. Часть цветка. Тычинка. Главная часть цветка. Значит, мы сюда записываем семь и восемь. Дальше. Цветоложие и семя. Куда отнесем цветоложие? Конечно, цветоложие это часть цветка, а семя это орган. Итак, справились удачно со всеми заданиями. Молодцы. Прекрасно. Итак, ребята, если вы будете заниматься, учиться, всегда помнить о том, что учеба это главное для вас. Это то, что откроет вам дорогу в будущее. Несмотря на то, что мы на карантине, учеба нам никогда не помешает. Учиться надо всегда, везде и в любом возрасте. Я вам желаю удачи, берегите себя и помните, ребята, школа это храм знаний. Здравствуйте, дорогие ученики шестого класса. Наша сегодняшняя тема – температура воздуха, движение воздуха, ветер. Для начала посмотрим небольшую такую вот ситуацию. 22 апреля – день рождения Мерзии. И вся семья собралась отмечать его на природе. Согласно прогнозу, температура воздуха в этот день должна была быть плюс 20 градусов по Цельсию. Однако, утро было прохладным и туманным. Термометр показывал плюс 15 градусов. Позже стало теплее, температура поднялась до плюс 24 градусов, а к вечеру опять стало прохладно. Температура упала до плюс 12 градусов. Давайте подумаем, правильно ли был прогноз погоды. Ответим на этот вопрос вместе. Ребята, для того, чтобы вычислить среднесуточную температуру, нужно знать определенное правило. Для этого давайте выполним это задание, и вы сразу поймете, как нужно вычислять среднесуточную температуру. И правильный ли был прогноз в тот самый день, когда был умерзит день рождения. Значит, перед вами 4 мальчика. И рост каждого из мальчиков. 138, 144, 144 и 152. Как же мы можем вычислить средний рост этих мальчиков? Конечно же, вы знаете из математики, что нужно сложить рост всех этих мальчиков и разделить на количество. Тем самым мы получаем средний рост 144,5 метров. То же самое мы будем делать для нахождения среднесуточной температуры. Но здесь уже у нас немножечко измерения иные. Мы знаем, что в течение дня, в течение суток, то есть 24 часов, проводится наблюдение за температурой на метеорологических станциях. Отмечается 8 разных измерений в разное время. Так как температура воздуха в разное время суток разная. В конечном итоге все эти 8 измерений складываются и делятся на количество измерений. Таким образом мы можем получить среднесуточную температуру. Давайте теперь рассмотрим, когда, в какое время у нас наблюдается минимальная температура в сутках и когда у нас наблюдается максимальная температура в сутках. Минимальная температура наблюдается до восхода солнца, то есть это рано утром. Максимальная температура наблюдается после 2-3 часов после полудня. Если обратите внимание на эти часы, вы увидите, что утром температура, если была плюс 10 градусов, уже к полудню она начинает повышаться и к 2 часам дня она достигает 24 градусов. Дальше, снова после 3 часов, снова температура начинает падать и достигает 14 градусов ночью. Тем самым вы видите, насколько температура меняется в течение дня. Теперь давайте посмотрим, чем же отличается погода, погодный показатель от климата. На прошлом уроке мы с вами уже дали понятие погоды. Давайте сейчас вспомним, что же такое погода. Погода – это состояние атмосферы в данный момент времени в определенной местности. Что же касается климата, климат – это многолетний режим погоды в определенной местности. По климатическим данным, по прогнозу погоды составляются такие вот различные синаптические карты. На синаптических картах указывается температура воздуха, указывается направление ветра, указывается облачность и так далее. Например, эти линии – это изолинии. Они указывают территории с одинаковой температурой. Соединяются несколько территорий, где у нас зарегистрирована одинаковая температура, и, соединяясь, образуют такие вот линии. Эти линии, еще раз говорю, мы называем изолиниями, которые, так как показывают температуру, называются изотермами. Теперь давайте посмотрим на этот слайд. Здесь у нас показаны два разных рисунка. На одном – тепло, жарко, на втором – очень сильный ветер. Эти рисунки – иллюстрации к рассказу о том, как строили солнце и ветер. Они спорили между собой, кто из них сильнее, кто заставит человека снять верхнюю одежду, а кто нет. Ну, давайте посмотрим. Вот первый человек, он идет по дороге, через определенное время он снимает свою куртку. А второй, там, где дует сильный ветер, чем сильнее ветер дует, тем больше, тем сильнее он пытается удержать свою куртку. Значит, все же в этой ситуации побеждает солнце, тепло. В теплую погоду, в теплое время мы не можем долго находиться в куртке, и мы вынужденно снимаем свою куртку. Здесь побеждает солнце. Выполним данное задание. Для этого вам нужно перечертить таблицу в тетрадь и заполнить ее. В первом столбике вы напишите вред, наносимый ветром. Во второй столбик вы напишите пользу ветра. Давайте вместе обсудим, какой же вред может нанести ветер. Если ветры достаточно сильные, то они могут разрушить дома, разрушить дороги, вырвать деревья с корнем. То есть принести ущерб и имуществу, и людям, и так далее. А какая же может быть польза от ветра? К примеру, ветер может разносить пыльцу. В жаркий, знойный летний день мы мечтаем, чтобы подол ветер, чтобы немножечко стало прохладно. То есть у ветра есть и положительные, и отрицательные свойства. Что же такое сам ветер? Ребята, ветер это горизонтальное движение воздуха. Давайте посмотрим, почему мы его называем именно горизонтальным движением и от чего зависит сила землетрясения. Мы знаем, что есть у нас на территориях местности, где температура высокая, а где температура низкая. В местностях, где температура высокая, воздух нагревается, а легкий воздух мы из физики знаем, что он достаточно легкий, теплый. Он поднимается на поверхность земли и перемещается в иную, в горизонтальном направлении. Воздух же, который более холодный, он тяжелый, он опускается вниз и снова перемещается в горизонтальном направлении. Так образуется такой вот цикл горизонтального движения воздуха. Легкий воздух, теплый воздух поднимается наверх, холодный воздух, он тяжелый, опускается вниз. И образуется такое вот горизонтальное движение, непрерывное горизонтальное движение, которое мы называем ветром. Ветры бывают разные. Они бывают суточные, сезонные. Давайте разберем каждую из них по отдельности. Например, суточные ветры. Иначе мы их называем бризы. У нас есть дневные бризы и ночные бризы. Дневной бриз рассмотрим. Вы видите, что здесь, на поверхности Земли, на материке, температура выше, чем над морем. Поэтому здесь воздушная масса поднимается на поверхность материка, а здесь, наоборот, воздушная масса более тяжелая, они опускаются. И так они перемещаются на поверхность материка. И ветер получается, что дует с моря на сушу. Здесь у нас дневной бриз. Ночное же время, наоборот, воздух над поверхностью воды более теплый. Здесь уже над материком воздушная масса более холодная. Поэтому ветер уже дует, наоборот, с материка на море. Поэтому здесь получается, что у нас направление ветра с материка или с суши на море. Это направление мы называем ночным бризом. Значит, как получилось? Дневной бриз. Ветер дует с моря на сушу. Ночной бриз. Ветер дует с суши на море. Отлично. Теперь посмотрим, что же такое муссоны. Муссоны – это сезонные ветры. Почему мы их называем сезонными? Потому что они дуют либо летом, либо зимой. Теперь посмотрим направление. Летом у нас направление ветра с океана на сушу. Почему? Потому что здесь температура выше на материке, а над океаном температура ниже. Поэтому ветры дуют с океана на сушу. Зимой, наоборот, ветры дуют с суши в океан. Точно так же, как и в бризах. Только здесь у нас эти ветры называются сезонными, потому что они дуют посезонно летом и зимой, меняя свое направление. У нас также есть иные ветры, достаточно сильные ветры, которые мы называем торнадами, тайфунами, ураганами и так далее. Здесь на первой фотографии вы видите торнадо. Они характерны в основном для Северной Америки. Сила ветра здесь повышается из-за большой разницы в температуре воздуха. Холодный воздух сталкивается с теплым воздухом, который движется с южной части Южной Америки. И возникает сильная такая вот рутина, которую мы называем торнадо. Тайфун — это такие же ветры, только они дуют в основном в Юго-Восточной Азии. У нас также есть и ураганы. Ураганы дуют в основном на берегу Мексиканского залива. Здесь указаны последствия тайфунов на Филиппинском полуострове, на Филиппинских островах. У нас также есть с вами и местные ветры. Местные ветры мы называем ветры, которые дуют на определенных местностях. Например, в Азербайджане на Абширонском полуострове есть такие ветры, которые мы называем Хайзри и Геловар. Также на Варане у нас дуют такие ветры, как Агель и Гараель. Давайте теперь обобщим наши знания и ответим на вопрос, что же мы узнали на сегодняшнем уроке. Наблюдение за погодой, проводимой на местностях, позволяет составлять прогноз погоды. Элементы погоды, за которыми наблюдают в течение дня, изображаются на метеорологических картах. Карты, которые составляют в результате многолетних наблюдений за погодой, называются климатическими картами. И вторая часть нашего задания. Ветер образуется благодаря неодинаковому нагреванию поверхности Земли. Этот ветер на побережье морей происходит. Какой же это был ветер? Это были бризы дневные и ночные. Днем он дует с моря на суше, а ночью наоборот. Ветры, меняющие свое направление и дующие на берегах материков и океанов, называются муссонами. Все правильно. Ветры, характерно для определенной местности, называются местными ветрами. Некоторые ветры имеют разрушительную силу. На побережье Тихого океана такие ветры называются тайфунами. Молодцы! Торнадо на равнинах Америки образует в результате взаимодействия теплого и холодного воздуха. Все верно, умницы. Но, как всегда, прежде чем попрощаться с вами, я обязательно должна вам напомнить, что мы должны вместе с вами обязательно следить за гигиеной, носить маски, держать расстояние на двух метрах. Только в этом случае мы сможем защититься от коронавируса, от заражения этого зловещего вируса. Всем спасибо за внимание и до следующего раза! Здравствуйте, дорогие ученики! Сегодня мы продолжаем изучение третьего модуля. Тема нашего урока – лабиринт, часть четвертая. Что мы будем делать на этом уроке? На этом уроке мы будем программировать врага. Будем придумывать ему механику, его движение. Зачем нужен враг в игре? Для того, чтобы было более интереснее проходить игру, нам нужно, чтобы были какие-то препятствия. Вот наш лабиринт. На предыдущих уроках мы уже создавали эту игру. Прокомментирую кратко. Собачка без всяких препятствий спокойненько доходит до кристалла. Касаясь его, она переходит на следующий уровень. Дальше тоже без всяких препятствий она спокойненько проходит на следующий уровень. Этого мы создавали игру так. Теперь сделаем ее более интереснее. Посмотрите, вот здесь три уровня игры. Чтобы организовать ихнюю смену, мы использовали передачу сообщений. У нас были игровые персонажи. Это космическая собачка и кристалл. Это наш герой нашей игры. По-другому мы его называем спрайтом. Он перемещается по лабиринту от старта до цели. Что касается цели, то цель у нас в виде кристалла, который должен достичь космическая собачка. Она остается без движения. Когда мы переключали уровни игры, мы писали такой скрипт. При нажатии на флажок повторить всегда использовали этот цикл. Если касается кристалла, первого кристалла, то передайте, что начался второй уровень. Также мы написали скрипты для управления космической собачки. Что мы дали? При нажатии на стрелку влево, при нажатии на стрелку вниз, при нажатии на стрелку вверх и при нажатии на стрелку вправо. Когда мы нажимали стрелку вниз или вверх, у нас менялась координата по оси Y. Когда мы нажимаем на стрелку влево или вправо, у нас меняется координата по оси X. Как видите, вот здесь изменить на X дана у нас команда, а тут изменить на Y. При перемещении герой не должен был касаться стен. Это одно из условий игры. Касание стен мы использовали при помощи сенсора, при помощи цвета. У нас цвет был фиолетовый, и наша собачка ни в коем случае не должна была коснуться этого цвета. Если она касалась этого цвета, то есть касалась цвета стен, то она переходила на начальную точку своего положения, откуда начинался уровень игры. Потом, при касании героя цели происходит переключение сцены. Когда я получу уровень 1, повторять всегда берем в цикл. Если касается кристалла, то передать уровень 1. Вот здесь переходит передача чего? Сообщение. При касании героя цели происходит переключение сцены. Скрипт у нас был такой. Когда я получу уровень 1, повторять всегда. Если касается кристалла, что происходит, если касается кристалла? Передать уровень 2. Как сделать игру более интересней? Почему одни игры интереснее других? Здесь мы добавляем, вот это наш будет фраг, который будет мешать космической собачке достичь ее цели. Вот видите, она будет спускаться вниз, а потом обратно вверх подниматься. То же самое на втором уровне. Посмотрите, как молния начинает двигаться. Как же сделать нашу игру более интересней? Что мы будем делать? Мы повысим уровень сложности. Можно придумать какой-то интересный сюжет. Надо придумать возможность проигрыша, возможность выигрыша. Можно придумать различные ловушки. Вот если вы посмотрите, здесь для этой собачки враг, например, взяли вот такого дракона, огнедыщего дракона. Но что у него происходит? У него автономное движение. Им никто не управляет с клавиатурой. При запуске игры он начинает автономно двигаться. Что значит автономно двигаться? Что такое вообще автономное движение, которое не зависит от героя, от цели или любых действий игрока? Как дать автономное движение, например, вот этому персонажу? Когда я получу уровень 1, например, если это наш первый уровень нашей игры, когда огнедыщий дракон получит сообщение уровень 1, он должен показаться на экране. Он показывается на экране, мы даем ему команду показаться. После используем цикл повторить всегда. Здесь будем использовать две команды плыть. Используем 3 секунды, можно 2, можно 5. Чем больше вы здесь напишите цифру, тем медленнее он будет двигаться. В данном случае мы выбрали 3, и он будет вот так двигаться. Теперь, здесь у нас координата минус 10, 100, тут координата минус 10, минус 110. Координата по х у нас остается неизменной, у нас только меняется, что координата по оси у. Тут 110, тут минус 110. Поэтому мы можем здесь написать такие координаты, минус 10, 110, то есть он будет находиться наверху, потом дать координаты, вот такие координаты, минус 10 и минус 110, то есть он будет медленно опускаться вниз, потом медленно подниматься вверх. И это мы взяли в цикл повторить всегда, чтобы это происходило всегда. Теперь посмотрите, скрипт движения дракона, тут уже немножко другой дракон. Вот можно так тоже запрограммировать врага, который будет мешать нам достичь какой-то цели. Что мы делаем? При нажатии на флажек мы устанавливаем его размер. Каким мы хотим, чтобы он был большой, маленький? Это надо учитывать от вашего лабиринта, чтобы он был не слишком большой, и герой смог пройти, обойтя вот этого вашего дракона. Теперь берем команду цикл повторить всегда. Что мы делаем? Вначале он должен оказаться в этой точке, перейти, например, минус 185 в 100, потом он плывет 2 секунды в точку 185 в 100. Заметьте, у нас тут меняется координата по оси Х, потому что его движение здесь меняется по оси Х. Игрек остается неизменным. Потом нужно, чтобы он опустился вниз. Внизу уже будет такая координата, минус 185 и 50. Дальше он отсюда плывет опять в эту точку. Заметьте, какая у него координата будет. 185 и 50. Игрек у нас остался неизменный, у нас поменялась только координата по оси Х. Вот таким образом тоже можно запрограммировать движение персонажа. Какие действия можно разделить в перемещении колобка? Вот колобок. Он отсюда крутится, потом возвращается обратно. Будем сейчас писать скрипт для этого колобка. Колобок затевает начальное положение. Потом определяем его координаты и направление. Колобок катится направо, поворачивается, перемещается по горизонтали, по оси Х. И повторяет эти действия несколько раз. Потом колобок катится налево, уже в эту сторону. Он тоже поворачивается, перемещается по горизонтали, по оси Х. И повторяет эти действия несколько раз. Скрипт будет выглядеть вот так. При нажатии на флажок устанавливаем начальные координаты. И даем ему команду повернуться в каком направлении, чтобы он смотрел в ту сторону. Повернуться в направлении 90. Это начальное положение колобка. Дальше мы используем два цикла. Повторить 30 раз, повторить 30 раз. Что он делает? Повторяет 30 раз, поворачивается на 15 градусов. То есть он поворачивается на 15 градусов и изменяет Х на 12. И это он повторяет 30 раз, пока не дойдет до этой точки. Потом, что касается, когда он возвращается обратно. Опять повторяет 30 раз, уже поворачивается налево на 15 градусов. Уже в эту сторону он начинает крутиться. И изменяется Х на минус 12. И это все мы хотим, чтобы было постоянно вот так вот он туда-сюда у нас поворачивался. То в эту сторону шел, потом шел обратно. Поэтому мы используем команду повторить всегда. Теперь я вам покажу, как выполнить задание на платформе. Посмотрите, ребята, перед вами программа Scratch. Сейчас мы будем программировать врага, который будет мешать движению робота, будет мешать достичь его цели. Как мы это будем делать? Для начала надо выбрать персонажа, который будет нашим врагом. Здесь мы нажимаем на кнопочку «Выбрать спрайты». Тут у вас большой выбор спрайтов, которые вы можете выбрать. Вы можете выбрать мишку, можете выбрать жука, летучую мышь. Это уже будет на ваше усмотрение, как вы хотите. Как вы хотите, чтобы ваша была игра интересной. Вот видите, здесь очень большой выбор. Вы можете выбрать любого из этих персонажей. Можете выбрать апельсин, половинку апельсина. Можете выбрать кексик. Давайте выберем мячик, который будет мешать, что делать? Например, двигаться. Вот мячик. Он слишком у нас маленький. Можно увеличить его размер. Что мы делаем? Посмотрите, при нажатии на флажок мы пока не используем. Почему? Потому что у нас должен начаться первый уровень. Поэтому, когда мячик получит сообщение «Первый уровень», что он должен сделать? Во-первых, надо установить его размер. Вот, устанавливаете его размер. Например, можно его установить в свойствах. Вот здесь можно сделать 100, написать, стереть. Можно написать 120. Заметьте, он увеличивается в размерах. Можете даже сделать, например, 180. Посмотрите, какая разница будет. Вот таким образом мы этот мячик увеличили. Мы хотим его запрограммировать так, чтобы он двигался вверх-вниз, вверх-вниз. Как я сегодня вам показывала на уроке, только не мячик мы выбрали, а выбрали другого персонажа. Когда я получу, что мы даем ему? Даем команду «Повторить». Выбираем отсюда. Повторить всегда, чтобы он двигался у нас автономно. Повторить всегда. Что у нас должен сделать? Дальше он должен у нас начать двигаться. Вот, пусть он у нас, вначале установим его вот сюда, поставим наверх, сверху-вниз, а потом обратно-вверх. Значит, берем вот эту команду «Плыть». Здесь можно вместо единички поставить 3 секунды. Потом спускаем, вот пусть он здесь будет ему мешать, спускаем вниз мячик и смотрим, тут у нас координаты, соответственно, поменялись. Опять пишем 3 секунды, увеличиваем, чтобы вы их хорошенько могли увидеть. Дальше, заметьте, что у нас х не должен меняться, поэтому вместо восьмерки можем поставить шестерку. Посмотрите, что у нас будет. Вот наш мячик, он медленно поднимается вверх, медленно опускается вниз. Если вы хотите ускорить его движение, то вы можете использовать, например, циферку 1 здесь, и то тоже, соответственно, тоже циферку 1. Вот так вот, например, спускаем его вниз. И здесь ставим координату минус 5. Смотрите, что получится у нас. Вот, вверх, вниз. И вот так вот он будет автономно двигаться. Таким образом, ребята, вы сможете придумать различные движения для своего врага. Один из видов я вам сейчас показала. До этого тоже показала 3 вида, как он может двигаться, какое автономное движение мы можем ему задать. На этом все, дорогие ученики. Наш с вами урок окончен. Вашим домашним заданием будет выполнить задание на платформе на тему Лабиринт 4. Все вам хорошего. Берегите себя. Одевайте маски. Соблюдайте социальную дистанцию. Спасибо вам за внимание. До свидания.